Девушки отдыхают Возможно добивание, а возможно просто коренной перелом в этой воевашке в войне с Рейхом. В принципе у нас были какие-то подвижки в прошлой серии, но дальше подвижек дело не зашло. В конечном итоге немцы просто встали и теперь выдерживают атаки бельгийцев. Господи, надо помочь все-таки бельгийцам хотя бы бросить наших доблестных бойцов на оборону. Единственное, только не спать в плане седана. Французы здесь таким образом настроены, что мы с вами профукаем все полимеры, если не будем здесь стоять, помогать. Поэтому лучше вот, ой, так. Да, ну вот таким вот примерно образом будем стоять на оборону. И еще интересная деталь. Француз продвинулся, немножко продвинулся. И мы можем, собственно, тоже помочь им продвигаться. Что-то итальянцев вообще нет. Сводки мы в прошлой серии смотрели. Итальянцы потеряли много людей, вероятно, во время боевых действий в Африке. И сейчас они как раз-таки заняты Африкой. Это наш, возможно, даже шанс немножко поднадавить и изменить ситуацию в нашу пользу. Ну, бить по Риму пока не надо. Было бы неплохо просто отрезать итальянцев. Потому что они все равно потом придут. Приплывут, я бы даже сказал. Так, на Румынию, кстати, скоро надо будет нападать. Румыния чуть не вступилась еще в ось. Вроде бы должна была. Где-то сейчас. Но нет. Пока еще не вступилась. Тут у нас немножко с истощением дела. Ну и у немца тоже. Можно также попробовать поднадавить. Также хочу обратить внимание, что серию я записываю буквально через несколько часов. Так скажем, после второй. Поэтому ваши комменты, ваши советы я мог пропустить. Так, ну а здесь я вроде бы выдал приказы. Норвежцев мы немножко продавливаем. И потом посмотрим, что в итоге получится. Еще было бы неплохо, конечно, вот сюда втащить. Видишь, у нас тут 10 дивизий, которые будут стащаться очень сильно. Ой, какая интересная вещь тут происходит. Давай-ка тогда вот что сделаем. Пятюня так. Так. Дружка так. Таким образом попробуем изменить ситуацию к лучшему. Ой, дурачок. А нет. Просто одна дивка скорее оказалась, чем остальные. А я тут сразу, ой, дурачок, говорю. Не, нормально все. В порядке. Немец, кстати, пошел в атаку. Немножко поднадавил тоже. У нас здесь пока не сказать, что какая-то ситуация грамотная. Но надо их подавливать, потому что они засранцы снарягу копят. Если они будут снарягу копить, ни к чему хорошему это не приведет. Так, бельгийцы, голландцы. Конечно, вообще рисковые ребята. Тут ничего не скажешь. Ну и мы вот помогаем немножко им. Будем держать оборону. Да, немцы начали тоже немножко податаковать. Это хорошо. Мы атаковать на этом участке пока не будем. Вот пушечку шаблонную. Блин, что-то пушки шаблонные даже пробить не дают. Они отступают. А, они вообще уходят даже с позиций. Ну-ка стоять. Я вас не отпускал. Блин. Давай вот так даже сделаю. Не, продавим может быть. Надо кёник забирать. Турция предлагает инвест-портфель. Но, конечно же, мы их пошлем в задницу. А и нас, кстати говоря, походу отбросили. Отбросили наши дивизии немного. Ну, ладно. Такова жизнь. Что-то гуляют туда-сюда. Но меня радует, что они снова пошли в атаку. Что они пытаются атаковать. Это уже говорит о том, что они будут терять снаряву. Должны воспользоваться этим преимуществом. Подошли к Турину. И тут даже дырочка есть у итальянцев. Надо сбегать обязательно к этой дырочке. И вот так даже попробовать обойти. Ожидание, что немцы обойдут французскую линию обороны. А реальность, что русские обошли итальянскую. Вот такая вот забавная ситуация пока получается. К Кернигу подошли. Еще только. Но это тоже, знаешь, заявка на успех. Ничто это, что у нас нифига не получалось в прошлой серии. Поднадавить, пробить их. Надо уже избавляться от этого фронта. Нет, конечно, еще на Латвию и Эстонию придется нападать. Но это попозже. О, рта осталась чистая. Давай ее. Вот рту мы, я думаю, вынесем. Ай, пришла подмога. Все-таки к итальянцам. Застопорились немножко наше продвижение. Надо еще с этого участка помочь. Создал в кое-веке охранку. И можно заняться подкачкой доктрины. Воздушный. Хорошо, сделали опыт. Воздушный запорегать на доктрины. Это прям прелесть. Увы, с Кернигом не повезло. Все-таки кинули они еще дивизию. С пехотными дивизиями не очень получается. Давить. Не очень умная затея. Танки бросили немцы на нашу кавалерию. Наша кавалерия с легкостью их фигачит. Все, отлично. Разобрались мы. О, итальянцы, дурачки, даже ушли с Кирокенеса. Танк... А, мне показалось, что вообще танковая дивизия у них умерла. Нет, танковая дивизия не умерла. А Кёник пока взять не получается. Так, ну-ка. Вот это непорядок. А мне даже нельзя на оборону тотальную... Сделать фокус, ну-ка. Ну-ка, стоять. Успели. Да, успели подвести подмогу. Сейчас еще подмога подойдет. Отстоим. Позицию. А то я тут чуть не проспал. Чуть не проспал. Самое важное. Ну, и еще немножко важная деталь, да. Что итальянцев на южном участке продавливаем. Надо помогать французам тут активно. Да, но итальянский фронт, это пока, можно прямо сказать, успех. Борис, водка, швецов. С битасом. Блин, помянем мужика. Он молодец был. За веру, водку и отечество сражался. Второй венский арбитраж произошел. Румыния ослабла. Капельку. Сейчас надо срочно попытаться тут вдавить. Потому что вражина не дремлет. Было бы удобно. Хоть немножко помешать. Позахватывать. Скорее всего, видишь, займут быстро они позицию. Да и танками по горам это такое себе удовольствие ездить. Четыре дня, блин. Ехать на конях явно быстрее. Еще немножко ослабла немецкая хватка здесь. Блин, Дасти всех Майхасов убивает. Какой-то имбовый мужик. Ёлки-палки. Итальяшек тут, конечно, просто завались. Это напрягает. Норвегов-то проб... Нет, Норвегов нифига даже не пробьем. Вообще боль. Унижение, печаль, обида. Хоть датчанина вынесли. Уже и венгры гуляют. Сейчас до немцев дойдет дело, чувствую. Так или иначе, Норвегов продавили. Надо постараться тут котел организовать. И дело потом с концом. Оооо! Наконец-то! Наконец-то мы закатлили немчуру Давай мочи нещадно Летчик КАС появился новый Карл Кузьма Киллер наш Смелость города берет Наконец-то не прошло и 150 миллионов лет Как мы вышли Нужную нам позицию Немцы что-то уехали куда-то что-ли С этих точек И давятся они проще Да, давиться стали проще Давай даже подсобим Навешно кидали еще подмоги Так что будет сейчас тут нелегко Обучилась новая армия Я ее кину на Турцию Глингенов у меня нет на эту армию И да, с Венгрией, к сожалению, пока не получилось ничего сделать Зато получается немножко циталий Циталий даже в две клеточки прошли Потихонечку тут атакуем Надо Туринскую укрепу вот штурмовать Пробовать Ну не совсем Туринскую Рядышком находится укрепа Здесь еще у нас дивизии есть И вот отсюда можно подсобить Можно, но сложно Кстати, у них со снарягой какие-то косяки Это может нам помочь в будущем Ничего себе По-моему, даже Голландцы смогли выбить с одной проочки немцев Давай-ка я даже Подредактирую тут план обороны И, кстати говоря, по потере мы в принципе Все еще находимся ниже, чем рейх Итальянцы, конечно, дохрена и больше людей потеряли Вообще, впереди планеты всей Ну и по вкладу в войну мы все еще пока меньше, чем англичане А, и надо уже добивать котлы Котелочек вот этот добить И тут есть такая вот точка Хорошая, надо ее атаковать попробовать И котел! Котел организовали в Скандинавии Хороший такой смачный котел Тут пока стою О, и одну пробку, походу, мы все-таки Выгрызли У врагов наших Может быть, даже если повезет Вот здесь сможем еще что-то поделать Захват Баутики фокус выполнен Но, к сожалению, пока я не могу его Использовать на полную Главное, что мы идем качать вот это Панславянский национализм И потом, наконец-то, я займусь Снятием дебафов, чтобы мы смогли в коренной перелом Пойти Кстати, о коренном переломе Турин сейчас возьмем Так, и тут Прямо подарок судьбы Мы выходим к Кёнигу Ктихоньку Не даем вот этим вот засранцам отступать Болгария поддерживает ВМРО Может, конфликт какой-то случится на Балканах А, и три дивизии закинули Заразы Вот же заразы Ничего себе, мы пробили их Мы их пробили Ну, кстати Смогли Да, мы Кёник В принципе, уже взяли Это Замечательно Взяли в тиски Остается добить этих Граждан Товарищей Полякам не помогаем В данный момент Они нам не нужны тут Продавим сейчас Возможно Эту точку Потом Возьмем Кёник По Скандинавии Вижу, что итальяшки уходят А их уходит Я думаю, что стоит дать им погулять Так По Италии Ну да, Турин в Италии мы взяли О-о-о Дырочки, дырочки Дырочки Надо их занимать поскорее Ну и Там, где Нидерланды Бельгия Никто пока Движухи особо активные Не проводит А, здесь поляки Повсюду можно Вот так вот Дарить Да, вот Может быть Выбьем Еще один Аз появился Амаяк Прокопьев Наверное С позывным Хайне Хорошее имя Скандинавское И Кёник Надо еще Разочек Попробовать Додавить Со всех сторон Его бьем К сожалению Флота Балтийского У меня, блин, нет Балтийский флот На Дальнем Востоке Сидит О боже Хотел Конвои топить Отправить Этот флот Да Порочку Выгрызли Ситуация Просто Зашибенная В данный момент Времени Может быть Даже Да Слушай Может еще Втащим Сейчас А может и не Втащим Дивизий Просто очень много Походу Все таки Не дадут Мне Втащить Прямо эффектно Ну Ладно Ничего Главное Что Кёник Кёник Возьмем Уже Буквально Через Денечек Все Кёник Наш Отлично Далее Выдавливаем Отсюда Немчуру И потом Атакуем Латышей Эстонцев Сейчас еще Подкрепление Подойдет Мы со всех Сторон Вдарим По этим позициям Рейх Экстренно Увел Дивизии Из Норвегии Почуял Неладное Так сказать И Кстати По моему На Югославию Никто таки Не напал Это хорошо У нас Понславянский Национализм Скоро Подкачается Ведь Надо Обязать Ой 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 Смотри Какая Шикарная Ситуация В Италии Гену Забираем О боже мой У нас Получается Очень хорошо Очень Смачно Я бы Даже Сказал В этот Раз Совой Я Не Аванти Может быть Их Выдавят Да Может быть Выдавят Ничего страшного Такова Суровая Реальность Что-то Приходит Что-то Уходит Но так или иначе Французы Давят Итальянцев Мы им Помогаем Конечно В этом Коняк У коняк Планы Сбросились Но не страшно Ну-ка Это шо А Вот это Мемель Ясно Давай Разделим их Отсюда Будем Бить По мемелю Посредственно И Болгария Вступила Вось Повторим Еще Наш Заход Вот так Получается Видишь Скверно Все еще Все еще Скверно Идут дела Так и по этим Позициям Грузовые Конвои Наши Еще Топят Болонья А потом Венеция Их Надо Забирать Итальянцам Совсем Печально Что-то Безумный Безумец Балканский Хулиган Ничего Так И не Смог Придумать Эффективного Против Нас Раньше Он По-моему Опаснее Действовал Сейчас Как-то Совсем Печально Тут уж Нечего К сожалению Сказать Добавить Можно Кстати Попробовать Начать Давить Вообще По всему Фронту Немцев Но У нас Снаряга На Каждом Каждая Наша Единичка Снаряги Очень Дорога Для нас Так И Болгария К сожалению Не вступится В Панславянский Союз Вот Югославия Может Вступиться И может Вступиться Польско-Литовская Уния Пофиг На Болгарию Мы ее Вынесем Когда Пойдем На Грецию Сейчас Скоро Это Произойдет Совсем Ребята Вы только Не останавливайтесь Гасить Врага Еще один Летчик Ас Страйкер Паша Парфенов Еще Григорий Павличенко Фелкон По кличке Ее Мемель Наш Еще один Ас И мы Наконец-то Уничтожили Немцев В Восточной Пруссии У нас Тут Распланируется Я объявлю Войну Да Сейчас Пойдет За каждую Провочку Практически Радуюсь Давно Такого У меня Не было Но Россию Потому что Существенно Ослабили И дебафы Всякие И всякое Такое В самом деле Слезы радости За каждую Буквально Пимпочку Земли Вы только Гляньте Что происходит С Италией С Италией Совсем Уже Да Боль Печаль Нижение Обида Безысходность Итальянцы Скоро Просто Возьмут И Рухнут Не особо Даже Контроливал Тут ситуацию Сейчас Лягушатники Рим Возьмут Ну а мы Взяли Венецию Как я и Собирался Изначально И немножко Еще Попродвигаемся К Южной Германии Немцы Тут еще Не подошли Так Момент Истины Сейчас я запустил Можно сказать Полномасштабное Наступление Правда В ручнике Не могу На автоплане На Германию Все таки Еще Пока Что-то Творить И параллельно Нападаем На Эстонию Зовем Союзников И нападаем На Латвию Зовем Союзников Ну и скоро На Швецию Еще нападем На Грецию Эстония Латвия Вступаются Вось Что В принципе Ожидаемо Абсолютно Британия Хочет вступиться В нашу войну Мы конечно же Это начинание Поддержим И Так Подожди Нет Не выдавили Врага Что-то мне показалось Что тут Кого-то мы выдавили Венгрии Что-то как-то Стараются Защищать Позиции Немцы тоже Предприняли Какую-то попытку Потуги Такие Атакующие Рим Рим Не смогли Французы Занять И это Хорошо На самом Деле Потому что Его займем Мы Русская Армия Уже Подошла Почти Франция Предлагает Ленд-лис В принципе Why not И можно Доктрину Брать Я Не стал Изобретать Колесо Пошел Все-таки По Четвертой Доктрине Хотя Если Вы Приверженец Качественных Боев А не Количественных То Можете Смело Брать Вторую Доктрину Она Тоже Неплохая Так И Бельгийцы Снова Предприняли Какую-то Атаку Голландцы Бельгийцы Да Кстати У латышей Есть Дра Зияющая Ей Воспользоваться Чтобы Поскорее Взять У них Там Небось Еще По фокусам Какие-то Линии Укреплений Есть Из-за Этого Не Получается Так Сказать Равенство В дивизиях Атаковать Качественно И Осталась Неделька Буквально До Членства В Панславянском Союзе О Тут Отошли Вообще Враги Наши Может быть Даже Давай Еще Вот так Сделаем Поделаем Если Получится Будет Очень Классно Блин Контролинг Нужен Сейчас Вообще Везде Вот Именно Не стоим Идем Одна Дивка На Ригу Отправится По-моему Даже Немножко Смогли Здесь пройти Но Немножко Ключевое Слово Рим Возьмем Кооперации С французами На севере Там дела Добивание Дивки В котле Ой Приезд Надо захватывать Полезная Провинция И Немножко Сюда Выйти Тоже Было Бы Хорошо Приезд Там Видимо Отступал Враг Туда Понятное Дело Французы Все стоят На своем Мажино Немножко Это расстраивает Такова Жизнь И Ригу В данный момент Времени Еще Не представляется Возможным Занять Срочно Подойти Можно Закотлить Вынести Лутышей Здесь И податаковать Немножко Чтобы Боевый дух У них Понизился Падение Рима Все таки Французы Взяли Рим Это серьезный Поворот Событий Ну и наш Серьезный Поворот Событий В принципе Начинает Получаться Закрываем Норвежцев Последнюю Финскую Проводку Тут захватим Выровняем Вообще Фронт Чтобы Удобно Было Атаковать Когда Пойдем На шведов А тут Все таки Еще Немножко Помочь Придется Поляки Пусть Берут Окрестную Провку Ну неплохо Пошел Штурм Риги Только там Эстонцы Обороняют Ригу Что-то Какая-то Имба Эти Прибалт Стали Давай-ка Может быть Дадим Семеновцам Большую Такую Миссию Штурмануть Таллин Вряд ли Это Получится Друг Если Пройдем Далеко Будет Неплохо Тут У нас Как дела Французы Вообще Далеко Пошли Но Молодцы Французы Прямо Радуют Глаз Своим Поведением Пока Миллионных Каких-то Потерь Нету Есть Полумиллионные Да У итальянцев У Рейха Потому что Рейх Перешел В апатию Перестал Как-то Совсем Безрассудно Атаковать Да Ну Местами Все-таки Продолжает Этим Он баловаться Но Не так Активно Вкачали Панславянский Национализм Дальше Идем По усилению Плана Мобилизации На румын Нападать Вообще Нет смысла Потому что Поговора Уже от дебафов Забавляться Румыны Все равно Гарантият Ведь Греков А на греков Мэнпадиум В скором Уже Времени Еще Город-герой Треестр Надо бы Попробовать Занять Что-то Долго Его Враги Наши Обороняют И тут Надо бы Погулять На юг Сходить Итальянский Можно еще Вот так Сбегать А этим Ребятам Там уже Задание Остановиться Ну кстати Говоря Нарву Скоро Штурманем Наконец-то Итак Югославия Послала нас В задницу С Панславянским Союзом А вот Польско-Литовская Уния Приняла Молодцы Умные ребята И таким Таким образом Мы съели Собственно Польско-Литовскую Унию Только у меня План сломался Поломался Но ничего страшного Можно переделать Хотя Очень даже страшно Тут Мелкие Котелки были Ладно Придется сейчас Быстренько Все перекраивать Переделывать Ну и появились По-моему Юниты Новые Да Вот это Вот все Неприкрепленные Дивизии Это были поляки Когда-то Все они стали Стрелковыми дивизиями Даже обзываться Стали по-русски Прикольно Динамическое Переименование Эдакое Ладно Я их пока в одну кучу Сделаю Сгребу Рейх уже пришел К итальянским Провинциям Там французы Вовсю Буянят Сейчас видишь Югославию Неудобно будет Атаковать Хотя бы из-за того Что итальянцев Добиваем Кстати Генов-то хоть Нам дали Да и по-на-мать Да шо ж такое Ну хотя бы При Панславянском Союзе Могли бы Офицеров Военных Нам выдать Че так Жопят-то С генералами Не Парадокс Я с вами Не дружу Я лучше Буду Азор Лейн Тогда снимать Если На то пошло Больше Удовольствия Приносит Чем Вот это Вот Происходящее Ну не Совсем Уж ругать Не хочется Хочется Просто Пожурить За Хаутуру Потому что Ну вполне Можно было Осуществить Такую Фишку Ай Семеновцы Оказались В котле Закрытые Совсем Держитесь Братюни Мы вас Спасем Бегите К укрепе Там Можно Хотя бы Перевести Дух Походу Даже Этого Не дадут Сейчас Ладно Отстояли Что-то Латыши Реально Какая-то Жесткая Сила Себя Представляют Ну не Лейпай Вот возьмем Нормально И Ревель Тобишь Таллин Тоже сейчас Возьмем Без Происшествий Так сказать Добивание Норвежцев Норвежцы Начинают Тихонько Да и мы Тоже тут Истощаемся Из-за того Что крайний Север Северок Фига Тут Бельгийцы Почувствовали Кровь Так скажем Полоса обороны Нужна была Просто Для удобной Защиты Так сказать Для ведения А так Тут уже Можно линию Фронта Малевать Полноценно Уже Бельгийцы Потому что Даже кошмарить Немцев Начали Ничего Себе Предъява И посыпались Латыши Посыпались Эстонцы Сейчас Ригу Мы просто Окружим И займем Столица В Пярну Улетела Нам надо Еще Сарима Занять Тоже Будет Полезно У эстонцев Видимо Шаблон Какой-то Более Жесткий Эстонцы Были Для меня Немного Сложнее Все еще Не получается Их Эффективно Так сказать Закрыть О Опять Этот Пушечный Шаблон Может его А там Словакия Еще Пришли Эстония Капает Эстония Капает Первой Несмотря на то Что держалась Она более Мощно Сейчас еще Рига Упадет И С латышами Тоже Проблема Быть решена Пошел В атаку Самоубийственную Рижанин Дайте мне Его уже На блюдечке Все Взяли Ригу Для Латвии Это должен Быть Конец Латвия Капает И что Мы имеем Таким Образом Таким Образом Мы имеем Что Россия Все Таки Из-за Своих Напористых Действий Из-за Того Наступления Потеряла Больше Чем Рейх Рейх Потеряла Все Таки Италия Капа Подожди Италия Капнула Что Серьезно Я Это Даже Пропустил Этот Момент Слушай Ивент По моему Вообще Ивента По моему Не было На Эстонцев Был На Итальянцев Что Ивент Куда То Исчез Таинственным Магическим Образом Ну Ладно Хорошо Бог С ними Главное Что Теперь Главное Самое То Что Мы Сможем Напасть На Ивгославов Пусть Рейх Еще И на Ивгославов Дивки Свои Оттягивает А мы После Этого Втащим Еще И Грекам Будем Будут Пересматривать Сейчас Свой План Военный Перну Мы Займем Котелочек Вот Этот Закрывать Главное Чтобы Сейчас Эстония С Прибалтами Разобраться Перевести Армии На фронт И Можно Будет Уже Наносить Финальный Удар По Немецким Позициям Потому что Яния тут Уже Достаточно Длительное Надо его Оканчивать Окончим В следующей Уже Серии Тут Еще На турок Мы Скоро Пойдем Еще До Вступления В Альянс Готовил Это Проводание Войны Так Вот С вами Как всегда Был Дмитров Подписывайтесь На мой канал Где Все Делается С душой Ставьте Лайки Если Вам Серия Понравилась Всего Доброго Увидимся В Продолжение Это Будет Уже Добивание Риха И Помните Что Все Самое Интересное Еще Впереди Thank you Guys